Это наш первый спикер, который сегодня выступает со своим интенсивом. И мы торжественно открываем нашу арт-резиденцию этой лекции. Не буду вас долго мучить и задерживать, потому что у вас есть вся программа уже в вашей конференции. Для тех, кто не сможет в другие дни участвовать, есть онлайн-программа, поэтому подключайтесь к ней. И слово Николай Рынцин. Всем привет. Я Николай Рынцин. Я художник. Помимо того, что я блогер, я еще крашу картинки и занимаюсь искусством. Для тех, кто не знает, кто перед вами, я сейчас покажу немножко своих работ, немножко расскажу про себя. Потому что я считаю, что прежде чем посоветовать, как вам надо жить, нужно понимать, с кем вы живете, кого вы слушаете. В общем, я закончил Махудейцу от 2005 года художное училище, Суриковский институт и свободные мастерские при Московском музее современного искусства. Я крашу картинки. Это картинки 2012 года. Тут, в принципе, видно, что, вроде как, не словать я умею. Ну, тут, конечно, свет немножко светлый, но, я думаю, в принципе, понятно, да, более-менее. Могу там более декоративные картинки вот такие красить. Храм на Китай-городе. Это вот одни из последних моих работ живописных. Это все холст-масло. Тут, вроде как, тоже видно, что я теперь рисовать умею. Это пейзаж. Есть такие портреты. Это портрет пастелью слева, справа – это портрет маслом. Но, помимо холстого масла, я занимаюсь концептуальным распространством. Здесь у нас работа называется «Псише с историей». Концепция в том, что вот те фотографии, которые мы видим по краям, они были в этом зеркале изначально, между зеркалом и полотном. И я хотел… В общем, что я хотел? Я хотел продать это зеркало, потому что оно было изначально не мое. Оно мне досталось в наследство вместе с мастерской, которую я… Который мне дал Совет Художников. Потому что я еще член Совет Художников. И, в общем, я хотел его привести в нормальный вид. Решил его пропылесосить. А тут выпали фотографии начала 20-го века. И на них были фотографии белогвардейца, его семьи, его близких, родственников. И я понял, что зеркало я это не продам. Я сделал из этого концептуальную работу. И, собственно, я разбил это зеркало. Вот оно в чемоданчике, там лежат осколки. Оформил все эти фотографии. И высверлил, собственно, одну из фотографий, где изображено это белогвардейца. И тут, конечно, не очень хорошо видно. Это зеркало я еще выкрасил зеленой ПФ-краской. Вот такой самый мерзкий, который красит лавочки. Потому что меня очень трогала. Это история фотографии, которую больше ста лет никто не видел. И, видимо, их спрятали родственники, чтобы обезопасить себя и связать близких от НКВДшников. Я, в общем, решил сделать эту работу. Дальше. Еще одни концептуальные работы. «Мироточащие двери». Это такая альтернативная история искусств XX века в России, если бы у нас наша история искусств не прервалась в 35-м году. То есть в Америке есть Ротко и Джексон Поллок, а у нас есть вот такое искусство. Конечно, история не терпится слабых наклонений, но я не историк, я художник, поэтому я могу себе это позволить. Ну и большую часть моего дочь сейчас составляют двери, на которых я сверлю лики святых. Беру иконы, как референс, и, в общем, рассверливаю изображения этих икон на дверях и подсвечиваюсь сзади. Ну и вот одна из самых последних моих работ, поскольку мы находимся в Ульяновске. Это как раз у нас недавно у Владимира Ильича будет день рождения. Работа называется «Обеление вождя». Здесь мы видим оригинальную скульптуру, здесь 365 слоев белой краски против плесени, в которой, собственно, покрыта эта голова. Собственно, вот я думаю, что тут особо объяснять еще не надо. Вот. Ну, собственно, я вот, помимо рисования картин к маслам, еще делаю современное искусство. И считаю, что это прекрасно. То есть у меня есть образование академическое и современное, и, в общем, я его совместил, и все замечательно. Теперь я вам сейчас расскажу, как популяризировать себя как художник в современном мире. Собственно, об этом будет сегодня разговор. Три самых важных пункта, в которые мы углубимся. Первый — это образование, второй — это образ, то есть ваш образ в соцсетях, по сути, и как художника. И общение. Общение для художника — это очень важно, потому что художник — это профессия общественная. Это взаимодействие с обществом, с социумом, со зрителями. Если у вас этого общения не будет, и диалога, то зачем вы тогда нужен, как художник, который что-то говорит миру. Начнем с образования. Первый пункт — это академическое образование. Почему вообще оно нужно и почему оно важно? Надо сказать, что, в принципе, ну, конечно, это вроде такая элементарная штука, да, любое образование, оно никогда не лишнее, да, это всегда знания, да, которые вы потом используете по своему усмотрению или не используете, да, но, опять же, чтобы нарушать законы, нужно их знать, да, а академическое образование — это определенный слот законов, если можно так сказать, которые можно нарушать. Соответственно, в академическом образовании очень часто люди подразумевают, что это реалистическое рисование людей с натуры, бусей, тракторов и все такое. Но на самом деле нет. Вот завтра, собственно, я буду говорить про то, зачем нужно академическое образование художнику, но так или иначе я сейчас тоже об этом буду говорить, потому что это все неотъемлемые вещи. Академическое образование, помимо академического рисунка, включает еще в себя такой предмет, как цветоведение, работа с цветом, перспектива, анатомия, история искусства, философия, психология. И это большой комплекс знаний, которые, в принципе, неплохо там... Если вы не умеете рисовать или писать красками, да, то если вы уже понимаете, как цвет взаимодействует на человека, то это уже тоже неплохие знания весьма. То есть рисунок и живопись — это один, ну, не один, а, так сказать, по-русски. Подскажите. Ну, да, в общем, есть много разных предметов, да, это не только горшки там рисовать. Опять же, рисование горшков тоже есть своя польза, потому что на них вы умеете, учитесь строить Эльпс, да, вот. Это важно уметь, если ты идешь в академическое училище или там институт. Вот, то есть это ремесленная школа, да, это важно. Но помимо ремесла там еще и истории искусства, психологии, философии. Это тоже, в общем, такие важные предметы, которые не только в художественных академических вузах проходят, да, но и во многих других, связанных совершенно с другими профессиями. Музы из академического образования у нас есть, соответственно, Суриковский институт, который я закончил в Москве, Строгановский институт, у нас есть Глазуновская академия, но это очень плохо, туда лучше не ходить, потому что там очень давят на мозг, и ты как бы думаешь потом, что ты умеешь рисовать, а на самом деле нет. Уметь рисовать, это, в первую очередь, уметь мыслить формой, цветом, пропорциями. Это важный момент. А там просто учат техники, но не учат рисовать, по сути. Ну, это мое личное мнение. Вот если будете руководствоваться этим мыслям, говорите, что это его личное мнение. Также у нас есть Репинская академия в Петербурге, хорошее заведение. На мой взгляд, там лучше всех умеют рисовать, у нас на Руси, именно вот академическое рисование, потому что у них там рука железная просто. У нас есть Академия Штигльца в Питере, такая более свободолюбивая, более творческая. Тоже очень хороший, на мой взгляд. Ну, еще там какие-то, может быть, наберутся, но, опять же, не нужно забывать, что, например, у нас есть полиграф какой-нибудь. Это полиграфический институт. И хоть это как бы типа не академическое, но на самом деле в какой-то степени академическое, потому что там и живописи рисунок есть, и там иллюстраторов хорошего выпускают. И это один из многих институтов, закончив которым вы просто получите профессию, за счет которой вы сможете зарабатывать на хлеб. И я вот сейчас преподаю в школе, и ребята там спрашивают, а куда лучше идти поступать. Я им говорю, что у вас уже сейчас академическое образование практически есть. Вы заканчиваете лицей. И, в принципе, вы там знаете, что такое форма, что человек, пропорции, там, светотень и так далее. И зачем вам еще 6 лет ту же самую информацию студировать? Можно же получить образование, которое будет вам добавлять в вашу копию. Поэтому я многим рекомендую полиграфический институт, потому что вы получаете профессию. Вы учитесь дизайну, вы занимаетесь со шрифтами, вы обладеваете фотошопом, можете устроить потом какую-нибудь типографию, журнал, какую-нибудь фирму, заниматься там, достать этикетки и так далее. То есть это все-таки профессия. Также у нас есть Пританка, которая тоже, в принципе, дизайн улучшит. То есть достаточно много всяких учебных заведений, которые, условно, можно назвать академическими, помимо Суриковского института. Дальше у нас есть современное образование. Что это такое? Один большой минус академического классического образования, условно говоря, Суриковский институт, в том, что там история искусства и философия заканчиваются где-то в первые, третьи XX века. То есть там последние художники, которых проходят по истории искусства, это Пикассо и Дали и Дадаисты. А все остальное, это как бы, ну, это просто не искусство, поэтому зачем его проходить? Вот. С философией XX века то же самое. То есть там практически отсутствует очень важный пласт в истории искусства. Почему он важный? Потому что история линейная, штука. И важно, если ты начинаешь заниматься в какой-то профессии, важно знать, кто был вот прям сзади тебя только что. Потому что ты являешься, как бы, продолжателем вот этой цепочки исторической. А если ты будешь знать, что вот были импрессионисты, а потом вот ты появился и сейчас ты всем покажешь, как разделенную маску писать, но это немножко странно. Все-таки нужно знать, что это такое концептуальное искусство, что такое акционизм, что такое... Вообще, что такое современное искусство? Почему есть обычное, классическое искусство? Что такое современное искусство? Современное искусство, собственно, с импрессионистов-то не началось, потому что раньше искусство обслуживало царей, богов, фараонов и так далее. А в какой-то момент художники сказали, знаете, ребят, мы хотим говорить о том, что мы хотим. Мы хотим рисовать то, что нам нравится. И у нас это были передвижники, а во Франции были импрессионисты. То есть, по сути дела, передвижники это те же самые импрессионисты. Просто из-за того, что у нас разный культурный код, у французов это вышли яркие пейзажи, а у нас крестьяне, бурлаки на Волге и дамы всякие там гуссерова в платьицах. Но, как бы, до этого рисовали все исключительно условно говоря госзаказ и мифы и легенды и так далее. И, как бы, современное искусство официально можно сказать, что началось с импрессиониста. И ты, вроде как, все изучаешь, все интересно, а потом раз, и тебе говорят, ну, там дальше они просто рисовать не умеют. Поэтому они делают что-то другое. Но это, на самом деле, не так. Вот. И современное образование, которое сейчас можно получить, это свободные мастерские при Музее современного искусства, который я закончил. Собственно, там начинается добор вот этих знаний, которых тебе не хватило после академического образования. Это история искусств, новейшая. Начиная с импрессиониста, заканчивая, не знаю, 2020-м годом. Это философия, это история фотографии, это история перформанса. В общем, это тот самый необходимый базис, после которого, в принципе, уже можно начинать что-то делать самому и не быть лохом. Вот. Дальше у нас есть институт-база, он очень радикальный в какой-то степени, но в целом он занимается примерно теми же самыми вещами, что и свободные мастерские. Там только есть нюанс, что если свободных мастерских один год учишься, в базе два года. И если ты, будучи уже закончив какое-нибудь образование, еще после того, как прошло несколько лет, собираешься дойти, уже чувствую, что два года это многовато. Опять учиться два года это один годик и нормально. Дальше у нас есть институт современного искусства, бывший институт проблем современного искусства, ИПСИ, раньше он назывался, сейчас ИСИ. Тоже примерно то же самое современное искусство, что это такое и так далее, тоже там два года или три, я уже не помню. Но там ребята все на серьезных щах, и туда очень сложно поступить. Ну вот будет Станислав Шурика, по-моему, будет как раз рассказывать про ИСИ. Я думаю, что если вы приедете, он вам все расскажет, как там им живется. И я просто с ними совсем никак не связан, вот, по ИСУРИК. Ну, у вас будет еще возможность услышать про этот институт. Это вот такие основные. А, ну у нас есть Черкова-Родченко, и Британка, в какой-то степени, я не очень хорошо знаю, что там происходит, но там тоже есть факультет современной искусства, насколько мне известно. Дальше, если у вас нет возможности куда-то уезжать, учиться, есть онлайн-площадки. Их достаточно много. Я назову самые основные, которые я знаю, но опять же, с приходом интернета в нашу жизнь все у нас немножко попроще с образованием стало. Есть онлайн-школа средообучения, у них есть направление дизайна и современное искусство. Там достаточно хорошие лекторы. Я сам чуть не стал там преподавать, но, увы, уже преподавая в НЦХШ, в которой я сейчас преподаю, и занимаясь творчеством, сложно везде. везде работать. Вот. К сожалению, мне пришлось от этого отказаться, хотя приложение было очень заманчивое. Потом есть школа Bank Bank Education называется. Она в основном специализируется по дизайну, но у них очень много всяких интересных лекций художники тоже читают. То есть они в себя в последнее время стали позиционировать не только как исключительно дизайнерская история, то есть там начались движения именно в сторону современной искусства, это тоже очень круто. Собственно, Высшая школа экономики, Высшая школа экономики, да. Ну, я просто говорю, что знаю, то есть я то, что близко ко мне и то, с чем я имел отношение, я говорю, да, их гораздо больше. Вот, такие вот самые основные я назвал. Соответственно, популяризация себя как художника, да, человек, который просто что-то чувствует и что-то там мажет на холсте, да, это еще не художник все-таки. Важно понимать, что современное искусство делают люди далеко не глупые. Если кажется на первый взгляд, что это так, то на самом деле это не так. Вот, потому что процитирую недословно своего друга, одного художника, он говорит очень классную вещь, что образование дает тебе возможность понять, как работают разные инструменты, а потом ты осознанно от них отказываешься или отказываешься там от всех какого-то одного инструмента, его потом используешь в своем искусстве. То есть ну это важно. Если ты умеешь работать только молотком, а пилой не умеешь, да, ты дом не построишь, да, нужно обладать всеми инструментами, чтобы уже потом свой дом построить под названием искусство. Вот. В общем, образование это классно. Вот, это первый пункт. В общем, надо образовываться. И еще самый важный момент, что если вы закончите вышеперечисленное учебное заведение, во-первых, это не говорит о том, что вы стали художником, а во-вторых, это не говорит о том, что нужно больше не учиться. Вот я это закончил, все, и я теперь молодец. то есть, нужно постоянно узнавать что-то новое, открывать для себя новых художников, новые медиумы, или медиа, как говорят. Вот, если вы занимаетесь, там, не знаю, рисуете картинки, да, нужно знать, что происходит с художниками, которые занимаются инсталляцией, или кто занимается видеоартом, или кто занимается фотографией. Да, потому что это все вещи очень близкие, и если вы какой-то материал в своем творчестве не используете, это значит, что не нужно знать, интересоваться, что происходит вокруг. Потому что почему? Сейчас я вспомню, что я хотел сказать. Но есть какое-то ощущение в воздухе каких-то вещей, о которых художник должен говорить. и можно смотреть, как в разных искусствах даже люди говорят об одном и том же. Например, у нас был футурист, да, и помимо художников там были поэты-футуристы, там были актеры, там ставили спектакли, там были художники-футуристы. То есть явление, которое охватывает все творческие сферы, архитектура, здесь тоже самое, то есть не надо закрываться в свой кокон, что-то изучить и углубляться туда и все. Хотя это тоже один из вариантов, понравится очень интроверт. Когда ты вот я убью одну точку туда, только это буду изучать и все. Но это не всегда работает на пользу. Все-таки я сторонник того, чтобы знать как можно больше, смотреть как можно шире, потому что чем больше ты знаешь, тем легче тебе потом словить нерв эпохи. Это про образование. Дальше второй пункт, который состоит из трех пунктов. Я забыл, что там у нас был. Образ, да. Позиционирование соцсети. это очень важный момент. Ну тут все очень важные моменты, но это тоже очень важно, поэтому я это сейчас сказал. Если вы собираетесь заниматься искусством и поняли, что художник профессия общественная, нужно сделать определенный образ в своих соцсетях. То есть нужно понять, что ваша соцсеть уже не является соцсетью только для друзей. И опять же на личном примере могу сказать, что когда я уже понял, что надо использовать соцсети как свой инструмент для того, чтобы позиционировать себя как художник, показывать себе, что я художник, я рисую картинки, я их рисую на заказ. Я художник, я художник, смотрите, я здесь. я почистил ленту от всяких лишних фотографий, оставил только картинки. Но самое смешное, что я стал выкладывать картинки, и реакции на них было не очень много. Потому что люди изначально привыкли смотреть на тебя просто как на обычного парня, который выкладывает смешные фотографии. И меня это долго бесило. Бесило меня примерно года полтора. Именно такое количество времени мне понадобилось для того, чтобы люди стали на меня подписываться, из-за того, что я художник и рисую вот такие картинки, а не просто какие-то мои друзья знакомые. И я какое-то количество денег потратил на как называется? Таргет. Это даже не таргет, это просто продвижение своих публикаций. То есть у меня не было мертвых подписчиков. У меня именно публикация высвечивалась большим количеством людей. была официальная реклама без всяких работ и так далее. Соответственно, те, кому заходили в МКастинг, они не подписывались. И так я добрался где-то до тысячи ста или тысячи трех ста подписчиков. Где-то в общей сложности я 35 тысяч рублей потратил за эти полтора года. и нарастил вот эту первую тысячу. Потом оно уже стало потихоньку нарастать. Потому что я же еще стал блогером и вдруг стал делать видосы на ютубе. И там потом люди оттуда стали вливаться туда, куда вы поняли. Соответственно, человеку, то есть это как бы не магазин уже получается твоя соцсеть, а твое лицо. И может сказать, что лента у тебя я как делал у меня лента это мои работы исключительно. Ну и там пару каких-то видео, которые концептуально подходят под мою ленту. А в сторис у меня другой контент. Я там просто какие-то почву и может быть какие-то идиотские видео, на злобы дня или кого-то или позже. То есть там как раз такая более активная социальная жизнь, когда ты взаимодействуешь с людьми, себя записываю на камеру, что-то говорю, а лента она раз в два месяца может появиться какая-то картинка. Потому что это официальное лицо. И есть еще пара моментов по поводу публикации. Многие из вас видели, что некоторые люди свои ленту выстраивали так, чтобы там были три одинаковых картинки или рамки какие-то. Вот я тоже стал у Покраса этого. Не звони пока. Не звони, я занятую. Да, больше не звони. Все. По заявлению у Покраса вот эту историю, когда у тебя как бы единые три публикации каждого постольника. Ну, вы поняли, короче. И это тоже такое единообразие в ленте у тебя происходит. Кто-то делает много белого фона, и у него маленькие марочки такие. То есть это визуально пристойно выглядит, красиво и так далее. Но в принципе можно и без этого. Потому что контент бывает разный. Просто один из вариантов как это можно делать. Потом очень важно понимать когда вы выкладываете свои публикации. Потому что есть время когда ты выкладываешь картинку и никто не лайкает не смотрит просто потому что ты выложил ее в 3 часа дня. То есть опять же когда ты годами этим занимаешься ты понимаешь насколько это важно. но самое парадоксальное я заметил, что когда ты выкладываешь в той соцсети про которую я говорю в публикации с утра еще и в понедельник то ее лайкают больше всего удивительно. и с видео на ютубе так. Но в других соцсетях чуть пораньше то есть тоже алгоритмы везде немножко разные. Но нужно просто чувствовать когда люди больше тебя лайкают. Понятно, что там есть статистика но просто можно экспериментировать выкладывать что-то в разные времена и потом почувствовать когда. Я понял, что это будни с утра потому что люди едут на работу либо завтрак и они поставят ленту. а днем в основном люди занимаются своими делами и мои соцсети нахрен не нужны. А вечером выкладывать нецелесообразно потому что ты вечером выложил люди вроде там отдыхают и так далее но потом же ночь потом люди не сидят в соцсетях и твоя публикация дальше не будет продвигаться и лайкаться потому что там в какой-то момент люди все спать лягут и все. А так если ты с утра это делаешь то потихоньку. В общем соцсети по сути дела да она вас презентует как художник и помимо публикации которые вы делаете важно еще чтобы это было не как магазин опять же чтобы все-таки люди подписывались на человека который делает вот такие картинки то есть нужно ну во-первых нужно научиться снимать себя на сэфикамерном видео и что-то говорить не писать текст а именно что-то говорить опять же общественная профессия сначала будет тяжело у меня первые первые разы тоже была революция когда я не от третьего лица что-то снимал как очень много людей а когда я нажал на кнопочку чтобы камера появилась на меня и стал что-то в нее говорить этот момент вот этого варьера он конечно тяжелый но когда ты преодолеваешь ты потом уже забываешь ты все на камеру можешь говорить и нормально но опять же это как бы на моем опыте я бы посоветовал так делать но вполне вероятно что не для всех это подходит опять же я исключительно из своего опыта исхожу и делюсь своим опытом а не тем что я прочитал книжки про бизнес идеи и 90 процентов людям на самом деле пофигу на то что вы делаете им интересно вы как личность и собственно мы приходим к тому что изначально на вас подписывались ваши друзья потому что они подписывались на вас с вами общаются и им пофигу какие-то картинки красишь большинство из них и по сути дела нужно сделать именно образ свой нужно над ним тоже работать можно какую-то рубрику придумать у меня была рубрика истина за 300 я там говорил в stories я там рассказывал какие-то самые простые вещи как карандаш поточить зачем художнику мастерская то есть совсем какие-то элементарные вещи и я просто увидел что людям зашло у меня там было 5 сезонов по 10 или по 13 вот таких маленьких серий людям это зашло они стали смотреть и это было прикольно я их там еще оформлял всякими гифками все было весело и здорово под музыку то есть это как бы ну я заморачивался прям то есть в какой-то момент ты начинаешь залипать в телефоне не просто листая ленту и ковыряя в носу а это является частью работы потому что это действительно работа постоянно нужно выкладывать не просто там один раз выложил и две недели не выкладываешь да то есть люди даже к этому привыкнуть и они собственно будут твою ленту постоянно смотреть твою историю смотреть алгоритмы будут видеть какой ты молодец и будут рекомендовать твои видео всем остальным и так далее но это все годы потому что я свою соцсеть раскрутил так чтобы прям вообще нормально было два года два с половиной то есть это через неделю не произойдет через месяц не произойдет то есть это прям работа вот в принципе так во всех соцсетях это тоже нужно понимать единственное их различие в алгоритмах но тоже люди должны подписываться на вас как на личности как на человека который делает вот это то есть на первом месте не то что вы делаете не товар а вы как персонаж вы можете снимать как вы рисуете где вы рисуете вот у меня есть друг который там у него под Москвой дом трехлорк он его назвал деревянная призма вот и он там постоянно снимает как он на участке там рисует большие холсты как к нему кошки приходят он их там подкармливает вот как там соловьи поют в мае ну в общем прикольно и у тебя помимо того что он делает картинки у тебя складывается образ человека и тебе это нравится вот так же как какие-нибудь известные блогеры типа Вилсаков да я его смотрю во многом из-за того что он харизматичный да у него есть определенный образ или я смотрю блогера академика который занимается с автомобилями и я не вожу машину но мне интересно на него смотреть как на персонажа он интересный харизматичный его интересно слушать и он интересные штуки там с этими машинами делает и видишь насколько ему это нравится искренне и собственно вот третий пункт а потом второй то что вы делаете это не должно быть такой план бизнес план сейчас я буду делать вот так и вот я буду так делать три раза в неделю в шесть вечера и потихоньку вот это должно быть действительно искренне то что вы делаете потому что зритель чувствует фальш очень очень чувствует фальш вот что в картинках которые делаешь что в том как ты себя позиционируешь не нужно себе придумывать какой-то бизнес план нужно просто показывать людям что ты любишь свое дело оно тебе нравится и ты будешь его делать несмотря на то что оно не приносит тебе деньги вот потому что ну вы же знаете художник это не профессия вот а дизайнер это профессия вот поэтому поэтому вот так ну и вот второй пункт который третий про поиск стиля в искусстве один мой препод очень хорошо по этому поводу сказал что стиль искать не надо он сам тебя найдет потому что это как почерк как внешность да ты же на свои руки не смотришь вот там у чем у меня такие руки я хочу то есть стиль он вырабатывается тоже с годами нельзя просто взять вот я буду рисовать вот так и рисовать вот так 10 лет это странно особенно когда ты только начинаешь свой путь на этом поприще нужно все перепробовать нужно попробовать сделать фотографии попробовать рисовать попробовать делать перформанс попробовать сделать реенакмент или апроприацию узнать что это такое ковыряться вот а потом в какой-то момент почувствуй что вот это тебе ближе да это постепенно постепенно такие микро шажочки к стилю появляется и опять же там вспомните мои работы в живопись я до сих пор считаю что у меня своего стиля нет и это очень дико бесит смотришь на картинку и она тебя отсылает то в двадцатый век того начала двадцатого века то в середину то в семидесятый сейчас я вроде там где-то в середине двадцатого века застрял а с дверьми с этим сверлением дверей как-то получилось очень ну просто взял медиум поменял да начал сверлить двери и типа и вдруг и вдруг все сложилось да вот а живопись очень старый медиум и в нем сделать что-то новое очень сложно несмотря на то что мне очень нравится живопись я до сих пор считаю что у меня стили в нем своего нету такого прям типа смотришь и такой да это рейтинг а с дверьми уже так получилось и соответственно можно если вы чувствуете проблемы в том что у вас нет своего стиля и так далее поменяйте кардинально ваш медиум вы рисовали маслом а попробуйте взять не знаю кусок забора железного и битумом порисовать на нем вот что будет а что будет и как и по потом он это все постепенно начнет кристаллизовываться у вас там как и какая-то идея появится что можно же взять вот такой материал он будет говорить об этом то есть это все такие эксперименты до ради эксперимента почему нет но потом в какой-то момент можно почувствовать что материал тебя зарядный если вы кардинально не хотите заниматься там концептуальным искусством вы рисовали маслом 5 лет ну возьмите порисуйте постелью и вдруг поймете что оказывается вам пастыль надо было в руки взять сразу а не масло или попробовать афорт делать надо постоянно себе придумывать какие-то экспириенсы выходить из зоны комфорта и все такое вот соответственно это второй пункт который третий третий пункт общение общение с людьми близкими вам по духу о чем это это говорит о том что надо общаться с людьми близкими вам по духу то есть с теми которые сделают ваши взгляды на искусство которым близко то что вы делаете который сами что-то делаю очень сложно одному вообще по жизни идти до создаются какие-то комьюнити кружки по интересам можно вспомнить кучу всяких художественных тусовок новую валет например да люди объединяются по интересам потому что так легче идти и начинать свою творческую карьеру потом эти комьюнити как правило распадаются но они распадаются на самодостаточных сильных личностей мощных художников которых есть свой взгляд на мир даже раньше он люди почувствовали что нам туда да а потом с течением нескольких лет стали появляться какие-то у каждого индивидуальные взгляды на мир есть естественно сообщество распадается просто потому что личности становится больше да они уже не могут делать что-то одно вместе они все сформировались они уже идут в том же направлении но по разным тропинка и очень важно с ними на общаться вот словесно рассказывать свои концепции это как футбол игра в футбол вы из себя вытащили какую-то информацию вот подумали что какую-то картинку надо сделать так человек ее обработал вернул вам в видоизмененном виде потом в эту информацию перевалили что-то для себя поняли обратно постоянно пинг-конг такой или бадминтон чем можете любой спор цена подставить вот здесь важен диалог и важны споры вот эти вот творческие потому что собственно спорю рождается истина до такой заезженная разу этим так вы свою информацию как бы должны воспринять со стороны и должны обязательно вслух проговаривать то что одно дело когда тебе там какие-то мысли а другое дело когда ты это из себя вытаскиваешь и твой мысли становится как бы ну вербализируется и нас один препод говорил что так объяснял что сам понял да то есть какие-то там голове мысли и гуляют и что-то смотришь что-то подмечаешь но у нас же там миллиард мыслей в секунду они же очень быстро формируются а когда тебе нужно сказать тебе нужно немножко тормознуть обработать информацию и сказать то что вот ты сейчас должен сказать чтобы тебя поняли как я вот вам говорю чтобы поняли то то же самое с вашими собственными мыслями можете их вытащить из себя и потом понять блин точно я живу это и хотел вот поэтому это в принципе всех трех пунктов касается да нужно из себя вытаскивать ваши мысли до формулируйте слова потому что вы их так сами лучше поймете второй пункт общения с людьми не близкими вам по духу это важно то что я говорил уже нужно общаться с людьми которые не занимаются теми же самыми материалами которые вы занимаетесь у которых там другие взгляды на искусство кардинально отличающиеся от вас от ваших это нужно для того чтобы просто быть в тонусе и быть в теме вы можете не любить перфоманс вы можете не любить современное искусство и говоришь это это все маргиналы кончено и не хочу я вообще с ними дело иметь но должны понимать почему они это делают и зачем они это делают да не обязательно любить но нужно нужно быть в курсе опять же это повестка дня да вы должны понимать что где происходит опять же вы можете какие-то вещи позаимствовать перри переделать потом их под себя поэтому закрываться в каком-то своем это воском комьюнити совершенно минимум можно понимать кто что делал третий пункт это общение с кураторами искусствоведами тоже личный пример я вот собственно свою серию с дверьми во многом благодаря моему другу александр бурганов сделал потому что я с ним все время был в диалоге он искусствовед куратор философ и мы с ним я в общем года полтора его мозги парил по поводу того что я несчастный художник я выпустился из института что мне делать я вроде все умею но вот я хочу что-то людям сказать картинки рисовать не могу а вот что же что же и в общем мне кажется стал сильно этим самым но это был диалог то есть он отвечал мне как бы на это тоже какие-то конструктивные вещи что тоже он говорил что типа надо не приду я просто у меня была такая идея что хорошо вот я сейчас делаю инсталляцию я возьму спичечные коробки приклеиваю их на стенку оболью синей краской и назову это огонь и вода он говорит что он сказал что это все фигня ты должен делать это искренне ты должен начать делать что-то такое чем ты можешь заниматься всю жизнь ты представь что ты всю жизнь будешь клеить спичечные коробки обливать их синей краской типа зачем вот захочет тебе это делать ну что тебе нравится что ты любишь вообще я там стал перечислять сейчас это звучит в в таком контексте немножко будет звучать период сказал это была интимная беседа друзей да и я говорю что ну типа я люблю русский люблю люблю деревню люблю там крынки всякие люблю разрушенные храмы люблю материалы вот в этом диалоге я вот сам из себя как раз стал вытаскивать что для тебя вот самое интересное вот с этим надо работать и в итоге вот и постепенно постепенно стали появляться эти двери и в общем тоже там интересная была история что я сначала я купил себя ipad и решил типа рисовать на дощечке чтобы как-то не красками а вот именно цифровом виде чудо так ковырялся ковырялся потом увидел модуль вот этого кружочка что кисть нажимаешь так кружочек получается и я подумал что вот модуль интересно с этим взаимодействуя и потом я думал что надо это на потом распечатывать на холстах а лучше рисовать а лучше взять не рисовать а сделать в дереве лучше взять фанеру и вы среди дырки а можно же делать это иконы потому что это же тоже дерево и его тоже вот я с ним говорю зачем тебе фанера возьми ставни старые и я так вот точно дух я двери взял и с одной стороны сказать ну типа чувак вот вот он тебе про сказал что тебе дело ты чего сама не придумал на самом деле это не так опять же это это всегда диалог да ты вообще не сам себя можешь понять и он мне просто как бы вот подсказал да направил меня в ту сторону и опять же у нас кустовед философом как у меня тоже котелок то варит и вообще то есть жена мне вот с ленина подкинула идею стать не я ее придумал у меня была вот есть серия реставрация где я крашу предмет мне достался этот бюст и жена говорит типа я чему еще покрасить покрасление я такой ли покрасить или обеление обеление вождя классно фонетически звучит и тоже двояко то есть с одной стороны ты вроде обеляешь а с другой стороны короче вот вот собственно жена сказал ну и же что значит что это ее работа вот поэтому идея вас может постигнуть вообще какая-то случайная фраза вообще сторон человека может подсказать что вам делать собственно я во многом благодарен потому что действительно вот эти все беседы с ним помогли мне сформироваться зрелого художника ну естественно не нужно забывать про кураторов которые тоже по совместительству эти по alk czyli куратору искусствоведы то и куратор laughter не искусствоведы и художники потому что одно дело когда ты разговариваешь с теми людьми которые рисуют тоже дает как дело с cui снова делать дело когда ты говоришь людьми которые как бы в теме но он сможет вообще значит с галеристами так надо общаться естественно потому что они знают эту историю чуть-чуть с другой стороны и тоже могут тебя в какой степени направлять и собственно так общаясь вот этими тремя группами граждан вы начнете собственно погружаться в художественных комьюнити на вы станете частью этого комьюнити будете со всеми общаться очень важно посещать мероприятия всякие подписываться соцсетях на всякие галереи смотреть что они делают знаете какие они делают выставки даже если у вас нет возможности постоянно присутствовать в тех местах где типа будет художественная жизнь или была нужно просто но быть вообще на гребне волны и физически конечно очень важно посещать мероприятия потому что пройдет полгода таких посещений и вы поймете что художественный мир он не такой уж и большой чтобы постоянно знакомых лиц встречаешь мы тоже приехали сегодня вчера прилетели из москвы с несколькими еще художниками и и мы тут не знали что мы здесь беремся с одним я учился свободных мастерских 2 я был дома и я совсем про него забыл пришел шапочка такая интересная связи призналась с чем потом понял что это максим которого жена тоже художник и она делает замечательные картинки я делал с ней интервью я был вниз дома они не дали двери для моих работ и я вниз вот немножко облажался но в принципе художественная комьюнити не такой большой как кажется а поскольку у нас нет а арт рынка игре и вообще у нас типа все плохо у нас по сути дела конкуренции нет если вы чуть чуть больше чем окружающие вас люди будут начнете делать у вас под успех только надо это делать лет 15 тогда все будет шляпи вот парадоксально но так и сейчас я посмотрю сколько у нас время у нас еще полчаса вот соответственно как бы вы ни относились художественному сообществу нужно становиться частью его потому что если вы смотря как эти ребята копошатся в своем болоте вы такой прекрасный придете в это болото то она станет лучше нужно об этом думать вот так же у меня было с союзом художников когда мы заканчивали училище все-таки фу этот союз там старцы сидят что там делать это все не интересно я говорю ребят он типа заканчиваешь художественное училище союз художников вроде как логично вот туда пойти и собственно своим визитом до показать что сейчас я тут покажу вам как все можно классно делать потому что человек красит место в конце концов а думать что вот там все плохо про я туда не пойду так ты туда как раз сходи чтобы там было хорошо классно вот поэтому нужно использовать все возможности я благодаря этому плохому союзу художников получил мастерскую и это оказалось не так сложно это геморрой ну конечно потому что там она была проблемная с долгами нужно был делать ремонт ну чё молодой парень чё занял денег заплатил сделал ремонт чё слабо что вот поэтому это тоже все решаемые вещи есть ничего не делать ничего не будет на что-то делать и тогда все будет наверно нормально дело нормально будет как говорят в армии которые я вроде все сказал я бы на какие-то вопросы ответил если они у вас есть ну и нам нужно просто еще двадцать пять минут общаться поэтому надо что-то говорить лучше смысле ну я там был четыре года все это приходит видеть там что-то все это и да из-за того что человек нет конкурентов. А с другой стороны, это адский труп, потому что продакшен она с женой практически весь был, и, в общем, погодит момент пустая. А сколько в сети вы ведете? Две и Ютуб. Продолжаете вести? С Ютубом сложно, потому что мы в какой-то момент поняли, что нам нужен спонсор для того, чтобы хотя бы продакшен окупался, потому что это время. Потом я устроился на постоянную работу в художественный лицей, и мне нравится преподавать, то есть я как бы не то, что я пришел, пошел туда, потому что, типа, там, чтобы как-то там... Вот, мне правда очень нравится преподавать, и, собственно, это меня поглотило. Канал сейчас я не веду, но я надеюсь, что когда-нибудь через миллиард лет найдутся люди, которые скажут, давайте мы вам дадим деньги, а вы будете делать свое дело. Вот. Но там вечно зеленый контент, поэтому, в принципе, он никогда не протухнет, потому что он является частью, как это сказать... Он показывает о том, что у нас в спортсообществе происходит, и через пять, через десять лет ты еще интереснее будет смотреть, потому что я у многих художников там интервью брал, ходил на выставки, делал репортажи, сам там что-то тоже рисовал. Вот. То есть, в принципе, это смотрибельно сейчас. Вот. Но тяжело быть везде, и когда ты еще и рисуешь, и тебе это нравится, когда ты преподаешь, тебе нравится, и чувствуешь себя в кадре тоже нормально. Ну, это, кстати, во многом из-за преподавания, потому что когда ты преподаешь, тебе нужно вот тоже формулировать, чтобы у тебя любой человек понял. Вот любой. Простыми словами, сложными, там, иносказательными, еще кому-то показать, кому-то рассказать. Поэтому это прокачивает силы в плане общения, в плане дикции и все такое. Вот. Да. Какой-то у меня длинный ответ получился на ваш вопрос. Отлично. Нормально, да? Сойдет? Хорошо. А расскажи, как улучшился союз художников с переходом к тебе? Я, честно, два года старался, но, видимо, все-таки. Ну, я там, я на правах духа, условно говоря, я там фотографировал наши секционные выставки и выкладывал их в Фейсбуке, в группе там, в нашей секции. Я там сделал ремонт, ну, такой условный, не ремонт, а я там закупил мебель в наш зал, который в нашей секции принадлежит. Укрепил подвесную систему, чтобы там можно было вешать какие-нибудь мозаики тяжелые и не свалить себе на бошку. То есть я всячески, ну, как бы проявлял активность, там, не такую прям уж большую, я там ни дневал, ни ночевал, но периодически я там какие-то вещи делал. Но еще фишка в том, что, как бы, поскольку 99% молодых ребят говорят, что союз это отстой, ты туда приходишь и понимаешь, что, как бы, в принципе, еще ты сейчас мастерскую получишь, и все нормально, и, как бы, тут вообще, ну, конкуренции нет, да, хотя многие, как мастерскую получить, надо что-то снимать где-то на заводе, вместе, в складчину. Просто вот там лежи, просто приходишь, берешь. Вот, естественно, с нюансами, естественно, там надо где-то ремонт сделать, где-то взять в долг 200 косарей, чтобы заплатить за этот долг. Черт. Но мне повезло, у меня там оказалось 13 тонн смальты, которые никому почему-то не нужны были. Я ее продал, собственно. И, ну, не всем, конечно, так везет, но тут у меня вот тоже друг Саша Бурганов получил мастерскую с долгами, с черной плесенью, прям в центре, в центре. Вот, у меня на Денхам мастерская, а у него на Тургеневской, ну, прям совсем в центре. Ну, там была черная плесень, конечно. И там еще дома есть фотографии Родченко, вот он снимает мальчика на лестнице с ракурса снизу, вот и в этом доме как раз у меня была мастерская. Ничего, тоже там вложился. Рублей 200 он туда вложил, чтобы плесень там побороться и так далее. Вот. Но была мастерская, собственно, за школой она называлась. И там были всякие выставки, он делал как кураторы. В общем, классное было место. Про искусство. Можно? Это, кстати, дом, он там жил. У него тоже фотку, он прямо там уже прожил. А, он же там жил, да? Это же за Кутумасом, ну, академией. За академией, да-да-да. Я просто выставлялась. Да, я помню. Да, это сын того самого Бурганова, вот. Он тоже тот самый теперь уже. Скажите, пожалуйста, а каким образом художники прошлого, например, Кандинский, Малевич, Пикассо и многие другие, я уже не говорю про 19 век, обходились без соцсетей? Они общались. Они общались, тусовались, ходили друг другу в гости и так далее. Почему сейчас нельзя обойтись без соцсетей? А главное, общение на выставке начинается? Ну, это еще один очень удобный инструмент показать себя очень большому количеству людей. Если бы... Вы показываете не подлинник, вы показываете все-таки какие-то электронные копии. Ну, как это может заменить и общение с подлинниками? Ну, это первый шаг к тому, чтобы прийти к человеку на выставку, например. Ну и хорошо, вот я здесь оказался благодаря соцсетям, собственно. И мы с вами общаемся из-за того, что у меня есть соцсети. Принято? Да. Я посмотрела, у вас на Ютубе 41 тысячи подписчиков. И посмотрят просто кучу. Не очень понятно, как вы поставили на паузу этот проект. Но Ринкаун неплохо раньше. С рекламой приносили вам деньги? Нет, потому что, во-первых, продакшен был на нас с женой. Во-вторых, для того, чтобы получать официальную рекламу с Ютуба, нужно, чтобы у тебя было там миллиард подписчиков. Потому что там за каждую просмотренную рекламу, на которую еще нажали, тебе приходят деньги. То есть там очень-очень-очень мало денег это приносило бы. Я эту вообще штуку отключил, потому что, типа, зачем? То есть, вообще, вы отключили монетизацию? Да, да. Я сознательно отключил, потому что... Это сейчас появилась такая формулировка микроблогинг, да? Когда есть очень маленькие каналы, которые смотрят люди по интересам, и все классно. Но у меня появились люди, которые предлагали рекламироваться, предлагали снять выставку. Вот, приезжайте к нам в Калугу, снимите наш фестиваль. Вот. За деньги. Я говорю, хорошо. Вот. Пару раз я рекламировал контору, которая занимается подрамниками. Bank Bank Education я рекламировал. Среду обучения, по-моему, тоже рекламировал. Да, мы снимали выставку. Вот. Но просто в какой-то момент нам с женой не хватило просто сил на это. Потому что еще бы годик так, в таком темпе, и у нас все случилось бы замечательно. Но поскольку у нас родился ребенок, и чем он взрослее, тем больше внимания ему нужно уделять. В общем, жизненные обстоятельства, они сложились несколько, в общем, вот в таком свете. Вот. Но вот я уже падаю. Вы давно отучили монетизацию? Сколько у вас подписчиков будет давать? О чем вы написали? 900. Но это же очень мало 900 подписчиков. Ну, я смотрел всякие видосы по поводу того, типа, как монетизируется и сколько это стоит. Но это правда. Если даже у тебя 100 тысяч подписчиков, и опять же одно дело количество подписчиков, а другое дело сколько тебя смотрит видосов. Вот. Вот. И то есть это нужно, чтобы у тебя там 200-300 тысяч просмотров было, чтобы это приносило там 1040-1050 долларов. 1040-50 долларов? Нет, от рублей, конечно. Ну да. У меня просто был канал, я его как-то бросила, включила монетизацию, у меня 3000 подписчиков, а они мне приносили денег. Это ерунда была. Ну вот, это примерно, да, это... Нет, ну в целом, когда ты этим не занимаешься, у меня отца на рынок, он может быть очень интересным, там вот хорошо кинуть. Не так-то и мало. Потому что я посмотрела, сколько у вас просмотров. Ну это они накопились за год, за полтора. То есть я последний год, я выложил 4 видео или 5. То есть они просто накрутились вот сейчас. То есть когда они... Это же должно работать, условно говоря, вот ты выложил ролик, он сразу бах, тогда это будет приносить что-то. А когда он там в течение многих лет набирает 150 тысяч просмотров, ну это... Как ролики всякие, мемы там 10-летней давности, где там несколько минут просмотров. Вот, тут то же самое. Мне кажется, большой потенциал вашего канала. Да. Ну это правда так, но обидно это все бросать. Но, к сожалению, и при полном отсутствии конкурентов. Но жизнь так складывается, что... Но опять же, как на паузе, так и начать можно. То есть там, я думаю, что все возможно. Вот. Коль, я так и не услышал ответ. Еще раз задам. Как ты улучшаешь жизнь в Союзе не в плане ремонта и материального такого, а в плане искусства? Как ты уживаешься, как современный художник в Союзе художников? Делаешь ли ты работы для Союза? Потому что там же всякие выставки региональные, всероссийские и все такое. Ну вот я вот те два года, которые я отслужил там, я участвовал в выставках союзных, секционных. Ну, это, конечно, тяжело нас сюда смотреть. Вот. Ну, я считаю, что сейчас, как бы, у нас взаимовыгодное сотрудничество с Союзом. Потому что Союзу было бы выгоднее, чтобы я про него везде говорил, чтобы я говорил, что я член Союза художников. Вот. Я в какой-то момент перестал участвовать в этих выставках, потому что понял, что зачем. Ну, совершенно бессмысленное мероприятие. Ходят те же к себе же и все. То же самое, на самом деле, и в каком-нибудь Кубе или на линзаводе. Тот же самый Союз художников, по-хорошему. И вообще, ну, у меня такое творчество, что я, на самом деле, не люблю групповые выставки. Ну, тогда у меня еще дверей не было, я выставлял там какие-то картинки. Вот. А участвовать в групповой выставке там с дверями, что там должно быть рядом, не знаю. Я бы с местором Энгельки выставился с удовольствием. Вот. С кем еще? Ну, в общем, с художником, который занимается деревом, и как-то его вот подают тоже индивидуально. Сейчас вот выставка Алексея Лука и Матвей Каев. Вот. Тоже они с деревом работают. Я бы с ними тоже выставился. Вот. А вот у тебя тут висит, значит, Христос, а здесь висит Кирилл Кто. Ну, не знаю. Странное соседство. Вот. Ты сотрудничаешь с какими-нибудь клеями? Нет. Потому что тоже, в принципе, я особого смысла не вижу вбивать пороги. Опять же, в принципе, я достаточно медийный, чтобы галереи сами позвали меня на какую-нибудь выставку. Но недавно произошло чудо. Галерея «Триумф», в которой я мечтал сделать свою персональную выставку. Надеюсь, она когда-нибудь так произойдет. Взяла, точнее, возьмет, может быть, даже сегодня она будет забирать работу из мастерской, на выставку групповую. Вот. Но это галерея «Триумф», там, в принципе, это хорошая строчка в Сирии, если ты в Триумфе даже групповой выставке поучаствовал. Вот. Потому что, ну, есть выставки, которые... Как это сказать? Я потерял мысль. Вот. Ну, я ответил, наверное. Можешь назвать художников, которые тебя вдохновляют? Есть ли такие? И подражаешь ли ты им? Ну, Андрей Рублев, во-первых. Ну, я вот сейчас их, собственно, тоже назвал. Это Нестор Энгельки. Мне очень нравится в работе, как он работает с деревом. Это Матвей Каев. По-моему, ну, вот в Инстаграме его так зовут. Да. Вот еще к вопросу, что тебя цепляет в их работе? Я... Мне нравится, когда художник работает с материалом, он с ним, как бы... Он ему сопротивляет этот материал. Но в какой-то момент художник этот материал, как бы, заставляет звучать так, как ему это нужно. То есть это сопротивление материала мне очень нравится. Но мне также нравится там и художник, который красочками рисует, тоже естественно. Очень мне нравится Ренат Валикамси. Есть такой художник. Очень интересная у него живопись. Такая постсоветская, пост, как это сказать, тоже такое переосмысление там советского наследия и так далее. Кто мне еще нравится? Ну, девочка, ты... А из современных прям того же можешь отметить? Ну, это все современные. Современные современные. Ну, смотря, что вы разговариваете. Я вам сначала говорила, что все закончилось где-то там, на Пикассо. Да нет, это про историю искусства, которую преподавал Суркем, рассказывал. Ну, вот я и говорю, что... А, у тебя тоже. Да, у меня такой же вопрос, потому что у нас так же было. Все закончилось где-то там. Вот. И мне хотелось бы услышать прям современных, которые вот были за твоей спиной, которыми ты вдохновляешься. Ну, практически все художники, у которых я брал интервью у себя на канале, я ими в той или иной степени вдохновляюсь. И, собственно, я с ними брал интервью. Опять же, поскольку у меня независимый канал, я брал интервью с теми, с кем бы мне хотелось пообщаться. Начиная от Андрея Бартенева, заканчивая Дмитрием Гутовым, Осмоловским и так далее. Вот. И, ну, опять же, и там в академической сфере тоже много интересных современных художников. Ну, Павел Отдельнов, ну, можно сказать, это академическая среда, не знаю. У него живопись, реалистическая живопись, да, но там появляется контекст. Помимо живописи, еще делают инсталляции. Поэтому работа смотрится совершенно по-другому. Владимир Потапов, самый последний ролик на канале, который есть, интересных современных художников, которые тоже, как бы, они очень многие сейчас, как бы, такой, все еще одной ногой в Советском Союзе, так и переосмысливают это опять заново. Вот. Ну, как бы, видимо, это наш крест. Вот. Постоянно оглядываться назад и понимать, что это было и как с этим жить. Вот. Ну, так, чтобы вот прям я супер-фанател. Ну, то есть, мне нравится очень много художников, но, с другой стороны, там, они мне одинаково все нравятся и тоже, наверное, как это мое отношение к художникам, что, ну, как бы, ну, я же тоже художник, все равно для меня это все, как это сказать, я на них смотрю не как зритель, а как тоже художник, который какие-то моменты, там, улавливает, там, на эмоциональном уровне или, там, в том плане, там, конкурент или они в гея и так далее. Вот. Ну, как-то так. Спасибо. Что для тебя искусство? Это сны наяву, да? И работа. Можешь еще вопрос? Да. У Союза художников, у Союза, это реально такое. Я знаю, в Союз художников, кто в Яковске вступает, они также платят арендную плату, эти помещения, которые им дают. И, по мне, когда меня называют эти структуры цены, я думаю, я найду такое помещение, оно чуть-чуть подороже, но зато уже с ремонтом. Какие условия в Москве? Ну, да, видимо, это есть какие-то различия, потому что у нас снимать мастерскую на каком-нибудь электрозаводе стоит гораздо дороже, чем иметь мастерскую в Союзе художников. У меня еще большая мастерская, и у меня там цена, в принципе, приличная. Можете сказать, потому что столько ты понимаешь. Да, я где-то 13-15 тысяч в месяц сплачу, в зависимости от того, когда там, например, приходит счета за электричество за воду. Но у меня 180 метров. Там тоже есть свои нюансы, там бункер 100-метровый без окон с крыксами, но там можно вещи хранить и свелить, собственно, двери, потому что это грязная работа. Но вот такого чистого пространства, 80 метров, кухня, тушь, туалет, комната, вторая комната. И это, в принципе, такие типа большие деньги, потому что в основном люди, ну, из-за квадратных метров, в основном люди платят типа 3 тысячи в месяц или 5 тысяч в месяц. Но у них мастерские небольшие. Но для Москвы это какие-то просто? Ну да, потому что, да, там все эти мастерские, там тысячи рублей квадратных метр, вот ты 40 метров снял, вот у тебя 40 тысяч. А 40 метров, ну вот здесь 40 метров, по сути. Ну, много художников в сплачу, просто снимают пространство, и там, знаешь, какой-то комьюнити создается. Вот есть такой, одно из самых прикольных ИП виноградов. Там Рома Казус, Миша Гудлин, кто там еще у них? Их там немножко, видоизменяется постоянно художники, но, видимо, они там снимают. Слава Лестеров. Вот. Помимо того, что у них там мастерские, они рисуют, у них есть еще выставочное пространство. Это очень круто. И они, в общем, собирают вокруг себя кучу движухи, они молодцы. Но вот они там сняли, их там 5-6 человек. Ну, для них вот получается, что там каждый тысяч по 10 платит. Это, в принципе, неплохо. Опять же, когда вместе, там движуха какая-то. А где это интеллектральное? Это шоссе энтузиастов. Ну, найдете в соцсетях, в принципе. ИП «Виноградов». Или Миша Гудлина берете, у него там ссылка в шапке на их комьюнити. Чем зарабатывают художники, которые, можно сказать, организовались, помимо продажи картин или преподавания где-либо? Они приезжают в арт-резиденции в разных городах. В разных городах. Да. Да, собственно, это один из заработков. Но очень редко я картинки все-таки продаю. Но это крест, это тяжело жить художнику. Потому что ты очень много лет должен работать на имя. То есть, работать на своей соцсети 2-3 года – это немного, на самом деле. А чтобы остаться вообще в обойме и не бросить все, имея там детей и ипотеку, то я не знаю, что нужно делать. Ну вот я как-то живу. Если ты там лет 15 этим занимаешься, то, в принципе, уже никто тебя не сбросит отсюда. Но таких очень мало. Опять же, художественное сообщество на самом деле – это небольшое. Далеко не каждый готов на это жизнь положить. Ну потому что это правда, это такое схемичество. Ты живешь как лох какой-то. Но просто они, опять же, мы разобрали все вот эти пункты. Надо общаться, надо общаться, быть на движухе, чтобы тебя все видели, что ты делаешь. Надо соглашаться на всякие движухи, на выставки, куда-сюда. То есть, чем более ты активный, тем больше ты будешь светиться, тем тебя, как бы, старушка-судьба, в общем, отблагодарит копеечки. Вот. Тут только так. Ну, это такие совсем простые вещи. Типа, делаешь, и все будет, и все нормально. Никто же ничего не… никаких тайн нету вот таких прямо. Да. Ну, а вы думали о том, чтобы начать ментить свою работу в NFT и как-то с этим заработать? Да, я думал, но в это надо прямо погружаться. Это тоже такая же работа, как все остальное. И у меня там есть несколько цифровых работ, но я их даже не выкладываю, потому что… Ну, это прямо целый мир. В это надо погружаться очень сильно, быть в теме, знать много нюансов. Но, опять же, когда ты и здесь, и здесь, и здесь, еще и вот это… Тяжело везде. То есть этим нужно заниматься постоянно. А все-таки я больше не цифровой художник, я люблю работать с материей, с деревяшками, с объектами. И совсем мне близко. NFT больше все-таки для художников, которые до этого вообще никак не могли материализовать свои работы. Да, там какие-нибудь иллюстраторы, цифровые детства, художники. Да, CG, вся эта история, да. А сейчас у них есть прекрасная возможность легализовать свои искусства, так скажем. А у меня есть объект, я могу объектами, собственно, бравировать, и тоже все будет хорошо. Про биографию можно вопросик? Да. Может быть, у вас ролик был, но я как-то пропустил, может быть, в интервью вы рассказывали. Как вообще вы пришли к тому, к чему пришли? То есть именно, как бы, хочу быть художником. То есть это было с вами все детство или какой-то вот щелчок произошел? То есть как это было? Я не хотел быть художником. В общем, у меня семья художников, я художник сейчас в пятом поколении. Вот, и я везде об этом всем говорю, чтобы все думали, какой я урод на самом деле. Чем ты хвастаешься? Меня запихнули по блату в училище, потом по блату запихнули в институт. Мне все это очень долго не нравилось. И в 99% случаев такие истории заканчиваются поломанной судьбой. И человек там в 35-36 или в 40 лет понимает, что он всю жизнь делал что-то не то, и наконец-то он сейчас будет делать что-то то. Мне, ну, потому что, ну, вот эти все диагнозы психологии нам известны, да, когда человек вдруг понимает, что все, что было до этого, это все как бы решили за него родители. Что ты пойдешь сюда, потому что у нас там связи, и у тебя должна быть профессия. У меня в какой-то момент мне просто начало это нравиться, вот, парадоксальным образом. Но, может быть, все-таки сказалось, что семья художников и много вокруг всего этого. Вот, я вот думаю, что, наверное, из-за этого. Вот, поэтому мне вообще не хотелось. Был PlayStation, там тусовки за гаражами и как бы вообще никакого рисования после чего. Вот, ну вот, вдруг оно так вот сложилось. И, кажется, вы тоже же запихнете насильно? Нет, нет, конечно. Вопрос. Сначала вы видите дверь, и приходит мысль, что на ней будет вот определенный рисунок. Либо сначала образ рисунка, а потом уже подходящая дверь появляется. Ну, я отталкиваюсь от материала все-таки. Есть два лагеря художников. Одни говорят, что сначала у тебя идея, потом ты выбираешь медиум, который отвечает твоей идее. И вот это искусство, все остальное это фуфло. Вот. А есть другие, которые говорят, что вот у тебя есть материал, и ты с ним работаешь, ты как бы ремесленник, вот, и с ним работаешь, и как бы оно все там, идея потом она как бы появляется. Я как-то вот между тем и тем, потому что, как, иногда ты отталкиваешься от той двери, которая у тебя есть, а иногда у тебя появляется какая-то идея, и ты вот что-то подбираешь. Но это все вот на стыке. А двери откуда? Ну, из деревень всяких, из квартир. Сейчас из Сталинки мне подарили пять дверей. Таких 60 сантиметров. Они пипец тяжелые. Вот. Хочется что-то светлое сделать. Потому что они еще белой эмалированной краской выкрашены. Вот. Пока не знаю, что. Надо думать. Он деревянный или металлический? А, деревянный. Деревянный, да. Металл 60 сантиметров. Ну что, друзья, по-моему наше время истекло. Можно еще один вопрос? Вот. Но один вопрос я, наверное, еще осилю. Как к вам пришла мысль разбить такое землю? Почему не разбить? Ну, мне нравится идея деструкции в искусстве, когда ты... Я говорю, к сожалению, оно как бы столько прошло. Потому что, ну, ты разрушаешь предмет, ты его гадишь, да, по сути. Но ты создаешь произведение искусства. То есть ты уничтожаешь, ты созидаешь, наоборот. И мне очень нравится с этой идеей работать. Вот. И... Я так уничтожил портрет моей прабабушки, которую нарисовала какая-то неизвестная художница. Вот. Ну, отчасти это были мои, видимо, какие-то психологические... Мне надо было это проработать. Вот. Я и сверлил портрет... Ну, у меня есть серия реставрация, где я как бы реставрирую вещи. Вот. На самом деле я их уничтожаю. Антиреставрация. Вот. Антиреставрация, да. Но я фотографирую, то есть у меня документация, да. Вот. То же самое с Лениным. Ну, у меня есть гифка, которую я сегодня выложила. Не гифка, а видео. И я каждые десять слоев Ленина фотографировал, чтобы показать этапы реставрации. Потому что в классической реставрации всегда фотографируются, документируются всё. Вот художник-реставратор сфотографировал до, процесс и после. Ну, вот. А тут, как бы, такой парадокс, как бы, пореставрируешь, на самом деле. Желание заходить в историю, кто-то, кто-то вообще не возникал? А в нашем культурном коде отсутствует это желание. То есть, современный художник гадит? Он говорит о том, что это тебе плевать на него. Пофигу. Ты не ценишь свою историю. Ты не ценишь истории своей семьи. Всё поддерживаете? Нет, я это не поддерживаю. Я об этом говорю. Как художник. Спасибо. Спасибо.